Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал, большое спасибо, что вы подписываетесь на меня и большое спасибо, что вы проводите время со мной, оставляете лайки и комментарии. Сегодня у меня будет обзор моих пустых баночек и это уже будет за январь и за февраль. Да, сегодня 28 февраля и время рассказать вам свое мнение о тех продуктах, которые у меня закончились, буду ли я их снова покупать или нет. И такого рода видео у меня будет несколько, ссылочки, конечно, буду оставлять под каждым из видео на предыдущее видео в инфобоксе, да, вон там вот, для того, чтобы вы просто могли цепь моих пустых баночек уловить и понять, что же мне понравилось и что нет, взять что-то, может быть, себе на заметку и к чему, наверное, точно уже не прикасаться. Ну вот, сейчас я вам расскажу о своих пустых баночках. Первая часть у меня будет пустые баночки, это уход за телом и волосами. Я здесь так их разделила, у меня будет уход за телом волосами, лицом и хозяйки на заметку. Ну что, девочки, вот такое у меня было огромное просто вступление. Начнем. У меня, как вы видите, это такая вот небольшая часть того, что я хочу с вами показать. Начну я, наверное, со своих обыденных пустых баночек. Здесь я представляю мне все, что на данный момент закончилось. Это влажные салфетки от фирмы Котте. Я их покупаю в магазине Фикс Прайс, они стоят по 10 рублей, насколько я помню, я их покупала. И могу сказать, что на самом деле это очень бюджетные влажные салфетки, которые, ну, они везде очень удобны. И вытереть кожу рук, когда вы гуляете, и дома ребенку, может быть, что-то потереть, либо еще что-то. Ну, в общем, классные штуки. У меня кожа чувствительная, у меня и у ребенка. И поэтому, если какой-то состав не очень хороший, то всегда есть какой-то зуд, высыпание, сухость. А вот с этими влажными салфетками, на удивление, совершенно ничего не происходит. То есть они хорошо работают. В одной упаковке их 15 штук. Они так и написаны. Влажные детские салфетки типа аллергенные. Выглядят они вот так вот. И с синей. Упаковочка абсолютно такая же. Очень классные салфетки. Если, конечно же, в вашем городе есть магазин FixPrice, загляните. И если вы хотите найти себе бюджетные влажные салфетки, конечно же, обратите на них внимание. Следующее, что я хочу показать, это будет мыло. Первое мыло, которое мне совершенно не понравилось, но не получилось у нас с ним никакой дружбы, это мыло от Faberlic Beauty Cafe с белой смородиной. Но на самом деле я ожидала от этого мыла чего-то такого, знаете, ягодного, такого взрывающего, какой-то, либо просто хотя бы какой-то отдаленный аромат спелой смородины. Я очень давно, к сожалению, не кушала спелую смородину черную. И что-то я по ней соскучилась, когда я увидела у себя в посылочке. Мне это мыло присылала Танюшка в подарок на Новый год. И хочу сказать, но не впечатлило, и еще я хочу сказать, один его главный минус, по моему мнению, он безбожно высушил кожу рук. У меня и у мужа, ребенку, благо мы не успели дать, и поэтому как-то вот не получилось у нас с ним. И мы им пару раз воспользовались, когда мы увидели, что происходит с руками, мы его просто убрали. Но не получилось, не срослось как-то вот так вот обманывать. Я вас не хочу. Если вам нравится мыло от фирмы Фаберлик, это очень здорово. К сожалению, мне они не пошли. Следующее мыло, которое это мыло Дав с огурцом. Бьюти-крем, одна четвертая состоит из крема. Тут это огромная его версия, 135 грамм кусочек мыла. Аромат на самом деле очень такой, знаете, приятный, какой-то такой травянистый, интересный. И вся ванная комната благоухает вот этим кремовым, каким-то травянистым ароматом. Это, кстати, на самом деле очень круто, потому что мыло Дав, оно отличается просто сумасшедшим каким-то вот ароматом. Это их мыло. Изначально, когда только начинаешь пользоваться этим мылом, кожа рук сохнет. Почему я его вообще допользовала до конца? Могу сказать так, что когда я им воспользовалась, у меня начала кожа рук сохнуть. Мой супруг им воспользовался, ему понравилось. Он сказал, нормально, обычное мыло, которое как бы не сушит кожу рук. И когда оно нашло ровно до середины, вот именно цвет какого-то такого, знаете, такого зелено-голубоватого цвета, когда он подошел к середине, я там увидела очень много белых таких прожилок. Тот, кто пользуется мылом Дав, вы сейчас, наверное, понимаете, о чем я говорю. И когда я им начала пользоваться, я хочу вам сказать, да, действительно, там содержится крем. Но вот этот верхний слой, половину ровно надо измылить кому-то другому, если ваша кожа рук сохнет от мыла Дав. В принципе, по большому счету, мне понравилось. И, скорее всего, я, наверное, повторю такого рода брусочку, кусковое мыло. Потому что мы не особо любим кусковое мыло, но иногда я его покупаю для того, чтобы оно было в ванной комнате. И тем самым я, собственно говоря, приучаю ребенка для того, чтобы он самостоятельно умел намылить руки мылом не только жидким, но и таким кусковым. Так что вот так вот. Не помню, кстати, девочки, сколько стоит. Следующее, что мне попадается, давайте я вот такую штучку покажу. Это, в общем, от фирмы Стеллари, салфетки, они вот так вот выглядят, для снятия лака. Их здесь 32 штуки, я их полностью добила. Они пахнут, знаете, таким лаймом, чем-то вот таким вот ягодным лаймовым. Но суть не в аромате, суть в самом средстве. Могу сказать, что до этого, это, кстати, мне тоже Танюшка присылала. До этого у меня были какие-то другие, мне присылали тоже, присылала Танюшка тоже в подарок, салфетки для снятия лака. Те мне понравились больше. Вот эти вот 32 штуки мне хватило практически вот на два раза. Даже нет, девочки, вру. На один полноценный снять лак с ногтей, с рук. Там осталось буквально немножечко, я потом их использовала во время маникюра, я просто потирала какие-то детальки. Вот, слушайте, уже практически 6-7 минут наболтала и вот совсем малую часть рассказала. Постараюсь, девочки, по максимуму, по-быстрому рассказать, но вместительно. Поэтому я как-то не особо ими впечатлилась, но не могу сказать, что это очень плохое средство. Его очень круто использовать, когда, к примеру, вы путешествуете, либо вам надо очень срочно снять лак с ногтей, к примеру. И хочу сказать, девочки, еще, что он плохо снимает базу с ногтей. Вот это вот как бы вообще не снимает, потому что там содержится масло и круто то, что он снимает сам цвет лака и кожа вокруг кутикулы, она не сохнет. И это, в принципе, очень хорошо. Он такой, знаете, 50 на 50 какой-то, у меня о нем сложилось мнение, но сама я точно в него, бля девочки, это я точно знаю, как-то вот, ну, не сложилось, не сросло, что называется. Следующее, что я хочу показать, это мой бесспорный фаворит. Бюджетное вообще абсолютно средство, которое продается в Магнит Косметик, называется «Жидкость для снятия маникюрного лака без ацетона, дамские пальчики». Стоит 30 рублей. Когда я начинала его покупать, он стоил, по-моему, там, 18-15 рублей. Сейчас он стоит 30 рублей, здесь его, по-моему, 115 миллилитров, не вижу, девочки, сказать точно не могу. В общем, хорошая вещь, которая обычная, ацетонг, обычная жидкость для снятия лака, которую замечательно снимает, собственно говоря, лак, базу, глиттер, все что угодно, вы нанесете на свои ногти, он замечательно снимет. Хватает мне вот такой вот упаковочки, наверное, где-то на месяц, может, чуть побольше. Здесь я еще расскажу, я не помню, то ли 100, то ли 115 миллилитров. Так что, если вы в поисках бюджетной жидкости для снятия лака, а до этого я пользовалась всегда только жидкостью для снятия лака от Сали Хэнсон, Сали Хэнсон я перешла вот на вот это средство, и я им, в принципе, очень даже довольна. Следующее, что я хочу показать, все вперемешку, это пена для бритья, успокаивающая, для чувствительной кожи от фирмы Нивея, и я его всегда беру для своего супруга. Я, наверное, уже говорила, наверное, у нашей всей семьи какая-то кожа очень раздражительная и чувствительная, и вот эта вот пена для бритья моему супругу очень нравится тем, что, он говорит, вполне очень даже хорошая пена, которая работает, которая не отпадает, когда вы ее наносите на лицо. То есть есть, как мне объяснили, есть некоторые пены для бритья, когда ты их наносишь на лицо, они просто так отлепляются, так что вот эта вот пена для бритья, она не отлепляется, она хорошо смягчает именно волосы для бритья, как мне объяснил муж, и замечательно просто работает. И единственное, что вот именно пена для бритья моему супругу хватает ровно на две недели, и я все-таки склоняюсь к тому, что нужно покупать просто гель для бритья, а вот этот вот в принципе хороший, но его хватает на очень мало. А душка у него обычная такая, знаете, не ментоловая, а такая что-то между, свеженькая просто. Мне кажется, даже девочкам, которые увлекаются именно убирать какие-то лишние волосы на тех зонах, где они хотят, чтобы не было волос, то тоже можно присмотреться, потому что, в принципе, на акциях можно купить хорошую пену для бритья за недорого, с хорошим ароматом, где нет яркой одушки мужской. Следующее, что я буду показывать, я покажу вам, и долго не буду останавливаться на нем, у меня закончились две упаковочки, простите, девочки, что-то у меня чешется над губой, две упаковочки от Ифраше, это крем для тела и лица, называется Pur Camille, долго останавливаться не буду, потому что я вам все уши о нем прожужжала, обе закончились абсолютно, сейчас у меня в ванной стоит еще одна, третья, которой я пользуюсь. Хочу вам сказать, что это мой must-have, это мой фаворит в уходе, мне нравится его использовать на тело, на руки, и я им спасаюсь от сухости, когда что-то у меня не идет с уходовой косметикой, именно какой-то гель для душа мне, если не подходит, либо в каким-то межвременной период, когда там осень-зима, очень замечательно работает, мне нравится, и, в принципе, даже летом, когда кожа находится в состоянии ожога, его тоже можно нанести. Следующее, что я вам покажу, это у меня будут восковые полоски от фирмы Beauty Formula, Vax Strips, розовенькие, продаются в Magnet Cosmetics, я не помню, они, по-моему, стоят 200 с копейками рублей, девочки, поправьте, если вы знаете, и вы ими пользуетесь. Я в миллионный раз говорила, что они мне не очень сильно нравятся, но в наших магазинах, кроме вот их, вот этих вот восковых полосок, по-моему, еще флоресан, и еще какие-то полосочки, которые более дорогие, не помню, как они называются. Я могу сказать одно, то, что они убирают только сильно выросшие волосы, на зиму, в принципе, их можно использовать, девочки, если вы увлекаетесь убирать волосы с зон бикини, с подмышечной впадины волосы, именно восковыми полосками, эти даже не берите, они не работают на жестких волосах, именно на тех зонах, и, как бы, если вы хотите что-то убрать, у вас там прям прилично должно отрасти, у вас там должен быть практически пушок, поэтому, но бесполезная штука, по большому счету, именно на зиму делать раз, там, в 3-4 недели депиляцию голени, в принципе, можно. Я взяла для этого, сейчас, как бы, в поисках своих идеальных восковых полосок, либо просто воска для удаления нежелательных волос, так что, вот так вот, девочки. Единственное, хорошо, что их здесь целых 20 штук. Следующее, что я хочу вам показать, это будут, давайте я вам вот эту штучку покажу, с которой у меня тоже как-то, ну, не срослось, не получилось, это флоралис, флоралис, мне его тоже прислала Танюшка, в общем, это тоник-кондиционер несмываемый, активное увлажнение, огуречный. Более подробно я о нем расскажу в своем инстаграм, для того, чтобы вам просто по порядку объяснить, а здесь я скажу в нескольких словах о них. Могу сказать одно, девочки, я его пользовалась, как вы видите, старалась, пыталась, но не получилось. После того, когда я мыла волосы, наносила данное средство, этот кондиционер на длину волос, они у меня становились блеклыми, они становились непрезентабельными, они какими-то становились. У меня даже, я слова не могу подобрать, знаете, вот какие-то вот грязные, неинтересные, абсолютно тусклые, и сказать, что было легкое расчесывание, да его и не было, как-то, знаете, оно не получилось. Единственное, у него такая неплохая отдушка, она, не знаю, такая огуречная, свежая, травянистая, отдушка очень даже интересная. Распыляет он, хочу вам сказать, не сильно бьет струе, распыление тоже у него неплохое, но у меня как-то с ним не получилось, что-то как-то не мое. Это средство, как оказалось, я его сейчас убираю и не буду просто мучить свои волосы. Следующее, что я хочу показать, ой, девочки, у меня уже совсем скоро все закончится, а давайте я вам сразу же покажу волосы. Клея Вита Абэмен, это шампунь моего супруга, он был здесь экстрактом кактуса. Девочки, у него просто обалденный, приятный какой-то кремовый травянистый аромат, и мне нравилось то, что у моего супруга, в принципе, нет перхоти на коже головы, но мужские волосы, они всегда достаточно жесткие, а вот с этим шампунем волосы моего супруга, они становились мягкие. И поэтому, как бы, в принципе, мне очень сильно понравилось. И супругу нравится то, что он хорошо работает, он замечательно смывается, хорошо держится аромат, свежести головы хватает на пару дней. Если, к примеру, ваш супруг, либо вы не любите пользоваться шампунем постоянно, муж сказал, что ему хватает именно на мужских волосах, хватает на пару дней свежести. Ну, как бы, в принципе, хватает его надолго, он достаточно концентрированный, густой, 400 мл. Ну, я им не пользовалась, пользовался только мой супруг, и у нас сейчас тоже стоит клея Вита Абэмен, но уже немножечко другая версия, поэтому моему супругу понравился, будем брать. Именно вот обычный клея Вита Абэ, но не мужская версия, потому что мужские ароматы, они просто термоядерные, я лично от них устала, и моему супругу тоже надоели. Следующее, что я хочу показать, это шампунь, моя любимка, это тот шампунь, от которого я осталась в гениальнейшем, просто детском, девчачьем восторге. Это фирма Шесейда, серия Цубаки, их шампунь для восстановления поврежденных волос Димашкары с маслом Камелии. Я просто влюбилась, девочки, в этот аромат, я сейчас в поисках повторить данный шампунь. Мне так нравится этот аромат, он так замечательно промывал волосы, сочетание было и то, что волосы были вымыты, и волосы были напитаны, они замечательно расчесывались, поддавались укладке, они были рассыпчатые, знаете, такие блестящие, какие-то вот, ну, абсолютно нормальные живые волосы. Мне очень сильно понравилось, мне понравилось то, что этот шампунь концентрированный достаточно очень, 550 мл мне выхватило на декабрь, январь и февраль. Я им попользовалась, сейчас он у меня закончился, сейчас я сменила немножко уход, я вам о нем тоже расскажу. И могу сказать то, что очень-очень понравилось, да, у него состав здесь содержится лаурецульфат, и все на свете, и бетанин содержится. Я не особо разбираюсь в составах, но я знаю, что лаурецульфат это средство, которое придает мылкость. Так вот, могу сказать, это средство безумно мылко, если у вас волосы, к примеру, короткие, вот этого шампуня, этих 550 мл, мне кажется, вам хватит очень надолго, так как я волосы использую всегда, делаю масляные маски, стараюсь делать и пользовалась этим шампунем, он у меня ушел достаточно быстро, мне кажется, несмотря на то, что он сконцентрированный. Но если пользоваться им просто, без добавления масел, то свежести головы хватает на 2 дня. Ну, это вот полностью, у вас будут волосы чистые на третий день, они уже будут к вечеру такие достаточно сальные. У меня же получалось так, где-то 2 дня, где-то 1 день, смотря когда, какую маску я на волосы делала. Но, в принципе, мне понравилось, еще раз повторюсь, я его буду покупать заново, я сейчас в поисках, я просто штудирую все возможные интернет-магазины, где продается японская косметика и все известные сайты, где продается косметика, так что я сейчас ищу. И, девочки, если вы знаете, где можно их купить, на каком сайте, тогда, пожалуйста, ссылку оставьте под видео, потому что действительно мне очень сильно понравился шампунь, на самом деле я от него не ожидала. Конечно, он не бюджетный, но он стоит своих денег абсолютно, каждая копеечка оправдана. Следующее, что я вам покажу, у меня закончились 2 геля для душа, один у меня идет из лимитки этого года, это у нас идет миндаль и клюква, а следующий это идет бурбонская ваниль. Я об этом геля для душа уже говорила, потому что это очень мягкая бурбонская ваниль, очень мягкая, то есть нет вот этого ударяющего аромата в ваниль, которая была в предыдущей версии фирмы Ифраши, это намного мягче. Здесь очень хорошо продуманные крышки, они очень хорошо закрывают, если, к примеру, ваши гели для душа всегда обмываются душем, то есть как бы они у вас не стоят, это отдельно именно стоят на ванной, то что туда может попасть вода, они очень герметичны, что в этой версии, что в этой версии. Только единственное, девочки, берегите ногти, можете обломать. Ну так вот, очень хорошо мылился, единственное, могу вам сказать, что вот эта вот бурбонская ваниль, мне не хватало все-таки ванили в ней, вот как-то вот так вот, девочки, могу сказать, мне хотелось чуть больше ванили, хотелось более стойкого аромата, здесь как-то не срослось. 400 мл у меня улетели, я очень довольно хорошо мылится, замечательно смывается с кожи, не остается никакой пленки, и это огромный плюс на самом деле. Следующий гель для душа, я вас сейчас буду немножко ругать, потому что начну рассказывать о том, что очень классный аромат, долго стоит в ванной, стоит, очень держится долго на коже, у этого дружка такого не происходит, помылись, вышли, через 15 минут аромат ушел, здесь такого не случилось. Вы мойтесь, в ванной комнате стоит аромат клюквы, по моему мнению, ягодно-кислый такой аромат, и потом долгое время остается на вашей коже. Единственный минус в нем в том, что под конец использования у меня начала как-то кожа сохнуть, то есть как бы что-то как-то пошло, я не знаю, в нем со мной как-то взаимодействие с этим гелем для душа пошло не так. Я его полностью добила, здесь просто уже вымывала, потому что мне на самом деле очень сильно понравился аромат, и я хотела даже купить себе их вот эту вот туалетную водичку, спрей для дома, чтобы им пользоваться. Но могу сказать одно, то что я себя в какой-то момент остановила, и не успела купить, потому что под конец мне даже уже приедается, сейчас я пользуюсь их молочком для тела, и я думаю то, что вот я им сейчас попользуюсь, и все, оно уйдет в небытие, потому что как-то быстро приедается аромат. Но если вы любительница ягодно-таких кисленьких ароматов, тогда бегите в бутик и фраши, и может быть вы там еще наткнетесь на их парфюмы, либо на эту линитку 16-17 года. Следующее, что я хочу показать, это тоже из линитки Клюква Менталь, это мыло, которое я уже ругала в своих разочарованиях 2016 года, ссылку на видео, конечно, оставлю под этим видео. Могу сказать то, что я его использовала в бытовых нуждах, я мыла просто обувь, потому что, ну, очень сильно сушил кожу рук всей моей семьи, и поэтому мы просто наслаждались его ароматом и использовали его в бытовых нуждах, как-то вот так вот, не срослось. Очень удобная помподозатор, замечательно все выдает продукт, все хорошо, удобная паночка, красиво смотрится на вашей раковине в ванной, либо в вашей ванной комнате. Красивый был цвет, насыщенный аромат, но не получилось. Следующее, что я хочу показать, давайте я вам уже закончу, просто уже с телом раз начала, это Beauty Cafe Faberlic, их пена, двухвазная пена для ванн, мне ее тоже присылали, Танюшка присылала в подарок. Могу сказать одно, девочки, пена у меня ушла очень-очень быстро, когда вы наливаете ее в ванну, действительно очень много пены, действительно очень стойкий такой аромат, вот это вот в ваниле и белого шоколада, мне напомнил шоколад воздушный, малина, белый шоколад, но вот когда вы пользуетесь в ванной, вот есть такая вот склизкость какая-то, вот чувствуется, что что-то в ванной нанесено, я не знаю, может быть это у меня предвзятое отношение к компании Faberlic, но я от пены для ванны жду просто пены, я не жду, что в воде будет вот эта вот мыльная склизкость, и вы будете себя чувствовать некомфортно, и когда вы будете вставать и начинать мыться, у вас будет очень, какое-то, знаете, такое непонятное ощущение того, что на вас уже что-то нанесено, и вам это нужно себя судорожно смывать, но аромат мне понравился, то количество пены, которое было, мне понравилось, наверное, нужно компании Faberlic поработать над их составом, для того, чтобы мы, девушки, когда принимаем именно ванну, для того, чтобы у нас не было какого-то дискомфорта, после того, когда мы начинаем просто отмываться, чтобы у нас не было судорожного желания смыть себя быстрее, вот этот вот склизкость себя, я считаю, что это склизкость, к примеру, когда я делаю в ванной, добавляю гель для душа от Ифраше, образуется просто пена, хотя это гель для душа, но не содержится в воде вот этой вот склизкости, я просто наслаждаюсь ароматом и пеной, да, все, здесь вот получилась именно вот эта вот склизкость в воде, мыльная склизкость, если вы меня, конечно же, понимаете, может быть, я как-то что-то не так с ним сделала, может быть, как-то надо бы какие-то обряды провести, но аромат мне понравился, кожу он чуток все-таки подсушивал, но в принципе ему можно за это сказать спасибо, очень хороший аромат, девочки, аромат у него просто 5 с плюсом, но технические характеристики по использованию как-то что-то вот, ну, колеблется, следующее, вот уже 23 минуты, девочки, простите, следующее, что я хочу показать, это крема для рук от бархатных ручек, и здесь у меня идет в такой вот версии, в тюбике, и идет нежный крем-суфле, вот такая вот версия, полностью их все добила, потому что у меня просто в эту зиму, у меня все руки, они просто иссохлись, по самое не могу, могу сказать только одно, аромат приятный, текстура очень водянистая, его нужно наносить так, чтобы, ну, это в летний период, мне кажется, вот этот крем подойдет в лето, но никак не в зиму, если у вас супер сухая кожа рук, как у меня, тогда, ну, однозначно нет, мне не понравилось это, больше нет, это, знаете, вот, если у вас хорошая кожа рук, и вы просто за ней ухаживаете, вы просто добавляете в свой уход увлажнение на кожу рук, это да, а вот если сухая кожа рук, то нет, мне не понравилось, ушел очень быстро, тут написано, что он подходит и для ногтей, ухаживает за ногтями, нет, не могу этого сказать, абсолютно какой-то профан, очень приятный аромат, все, больше ничего сказать не могу, вот этот у меня вообще ушел за полторы недели, этот у меня тоже где-то ушел за неделю, объем здесь 50, здесь 80, думайте сами, решайте сами, мне не понравилось, абсолютно и профанно, не хватает увлажнения. Следующее, что я хочу вам показать, что я выброшу, либо я кому-то его отдам, если вам нравится такой ворота крема, вот фирма Лорен Косметик пишет в комментарии, я вам отправлю. В общем, как я уже сказала, эта фирма Лорен Косметик продается эксклюзивно только в магазинах Литуаль, и это крем для рук с виноградом, молоко и виноград. Могу сказать одно, то, что в своих разочарованиях 2016 года я уже о нем говорила, оставлю, конечно, ссылку под видео, на то видео, могу сказать только одно, я его один раз им воспользовалась, ну максимум два, этот крем безбожно высушил мне кожу рук, и мне совсем не подошло, то есть, как бы не срослось, не получилось, стоит, конечно, это достаточно небюджетно, этот крем за 50 мл, и даже когда на скидках покупаешь, в принципе, чувствуется, если уж так сравнивать, лучше купить бархатные ручки, какие-то там обычно увлажняющие, то эффекта будет больше, по моему мнению, так что как-то вот так не получилось. Следующее, что я хочу вам показать, это спрей лосьон, настой от бабушки Агафьи, этот лосьон, он направлен против выпадения волос, в нем содержится черная тминка, род дуба, корень аира и перечная трава, увеличивает жизни цикл волоса, укрепляет волосяную луковицу, и предотвращает ломкость. Могу сказать, я его брала, знаете, как вот уже такое со спасения, потому что у меня в конце просто августа начался такой волосяной пад, что я думаю, в какой-то момент времени я буду лысая, потому что, ну очень сильно стали выпадывать волосы, и это скорее всего от переживания, может быть от того, что наступил цикл такой моих волос, то что они стали выпадывать, но хоть как-то чуть-чуть, немножечко приостановить его, я решила попробовать абсолютно бюджетный, абсолютно, девочки, бюджетный такой вот настой, вот здесь 150 мл, о нем я рассказывала в своем инстаграм, конечно, если вы на меня не подписаны в инстаграм, подписывайтесь, чтобы не пропустить какие-то такие вот отзывы на продукты, которые мне хочется вам рассказать, поделиться, если я не успеваю вам рассказать, к примеру, здесь, ну так вот, замечательно могу сказать, он справился с проблемой выпадения волос, у него такой очень травянистый аромат, очень травянистый, мне кажется, он не каждый понравится, мне даже кажется, здесь содержится аромат огурчика, как ни странно, я его здесь слышу, у меня светлые достаточно волосы, сейчас я зимой потемнела, это у меня нормальная такая история, когда я зимой темнею, но это нет, это волос настой, он такой зеленовато-волотного цвета, мы его распределяем на корни волос, и так вот просто чуть-чуть, мне кажется, немножечко можно добавить, даже на длину волос, но не суть, он действительно приостановил выпадение волос, волосы с ним не пачкались, лосьон этот настой, никак их не окрашивал, мне понравился, аромат быстро выветривается, в зимний период им пользоваться, можно летом, я не знаю, как будет работать на жаре, а вот сейчас, так скажем, зимой, мне очень даже понравилось, это средство, которое я обязательно, конечно же, еще раз повторю, следующее, что у меня закончилось, и девочки, это последнее на сегодняшний день, в этом видео, это средство, вот такой вот пробирочки, здесь 18 мл, фирма Хаски, я вам говорила, то, что я его покупала на Ураре, Макадамия Оил, очень приятный ореховый аромат, но за ту стоимость, что он мне достался, я могу сказать, ну, это безбожно дорого, 400 рублей, по-моему, даже 440, он не стоит, больше 400-400 рублей, я его купила, и хочу сказать вам, девочки, ну, это очень дорого, потому что он у меня ушел, вот эти вот 18 мл, они у меня ушли за месяц, не знаю, я его использовала, после каждого мытья волос, иногда даже не использовала, в общем, неплохое средство, мне кажется, он работает один в один, как масло для кончиков волос, от фирмы Лориаль, 6 редких масел, один в один, он работает абсолютно так же, очень хороший аромат, написан неплохой состав, правда, очень мелко, но, как бы, вроде бы, как бы неплохо поработал, к сожалению, я его нигде не вижу, и не нахожу в интернет-магазинах, и за ту стоимость, которую он стоит, конечно же, не возьму, так что я сейчас хочу попробовать какое-то другое масло для волос, ну, вот, девочки, мальчики, мои пустые баночки, выходят за волосами, за делом, подошли к концу, если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, если вы на меня еще не подписаны, и вам со мной было интересно, конечно же, подписывайтесь, не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы там не пропустить какие-то интересные события, также, если вы подписаны на меня, но вам не приходят уведомления, вот там, где кнопочка подписаться, есть колокольчик, нажмите на него, и к вам будут приходить уведомления о новостях моего канала, берегите себя и своих близких, скоро весна, девочки, уже буквально завтра, я вас всех люблю, целую, увидимся в скором будущем, новом видео, всем пока-пока!